В следующий удар для обучения мы возьмем с вами лоу-кик. Лоу-кик. Удар ногой, удар голенью. Удар наносится чуть выше колена, по бедру. Правой, левой ногой. Со стойки. Чтобы нанести лоу-кик правой ногой, нам необходимо сделать шаг. При обучении важно, делая шаг, сразу разворачивать опорную ногу, то есть левую ножку, боком. Делая шаг, мы используем разворот ноги на бок. После чего выносим бедро, голень и наносим удар. На раз мы делаем шаг, чуть-чуть подсаживаясь на опорной ноге с реверса, наносим удар. Возвращаемся в стойку. На раз делаем шаг, ножку на бок. Чуть-чуть подсаживаясь на ноге, с реверсом наносим удар. И возвращаемся в стойку. На раз шаг, на два, три, возвращаемся в стойку. Раз, шаг, два, три, возвращаемся в стойку. Раз, шаг, два, возвращаемся в стойку. Чтобы выносить луки передней ногой, мы не используем перископ. Мы используем также подшаг и шаг делаем задней ногой. Со стойки делаем шаг. Ножку выставляем вперед, выставляем ее боку. Так же, как она сзади стояла. Делаем шаг, выносим ножку боку. Делаем шаг, выносим ножку боку. Отсюда, после шага, мы выносим бедро, голень и наносим удар. После чего возвращаемся в стойку. При нанесении луки передней ногой, мы используем шаг. Шаг правый. Вносим бедро, голень, наносим луки. Возвращаемся в стойку. При ударе на опор ноги немного подсаживаемся. Шаг. Удар. Стойка. Шаг. Удар. Стойка. Шаг. Удар. Стойка. Шаг. Удар. Стойка. Следующий удар, который мы будем изучать, это удары локтями. Удары локтями снизу вперед. Для того, чтобы обучать удары локтями, необходимо кулаки раскрыть в ладошке. За счет этого нам будет удобнее. Чтобы нанести удар левым локтем, нам необходимо удар разбить на две части. На раз. Мы наносим удар левой рукой, одновременно с шагом делая выпад. Ладошка идет к плечу с ударом, выносим вперед, немного сводим его к центру. Два. Возвращаемся в стойку. На раз. Выносим локоток вперед. Два. Возвращаемся в стойку. На раз. Локоть выходит вперед. На два. Возвращаемся в стойку. Если мы делаем глубокий шаг, то мы за собой подтягиваем правую ножку. Раз. Два. Возвращаемся в стойку. Раз. Два. Возвращаемся в стойку. Раз. Два. 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 Чтобы нанести удар локтем в заднюю руку, мы со стойки, опять же, раскрываем руки в ладони. На раз делаем шаг левой ногой вперед. На два. Подтягиваем правую ногу, выносим локоть плечом вперед. На три. Возвращаемся в стойку. Раз. Шаг. Два. Удар. Три. Стойка. Раз. Шаг. Два. Удар. Три. Стойка. Раз. Шаг. Два. Удар. Три. Стойка. На раз шагаем. Два. Три. Стойка. Раз. Шаг. Два. Три. Стойка. Следующий удар, который мы будем изучать, удар хай-тик. Удар ногой в голову. Удар наносим. Подъем. Со стойки. Чтобы нанести удар правой ногой, нам необходимо сделать шаг левой ножкой, правой нанести удар. На раз мы делаем шаг. На два. Также разворачиваясь на опорный, поднимаясь на носке, вносим голень, наносим удар. На три. Возвращаемся в стоечку. На раз мы делаем шаг. На два. Разворачиваясь на опорный, наносим удар. возвращаемся 1 мы делаем шаг 2 разворачивать на опоры наносим удар 3 возвращаясь 1 2 3 1 2 3 1 2 3 со стойки чтобы навести удар передней ногой ходить необходимо использовать перископ на 1 мы делаем перископ на 2 разворачиваясь на опоры наносим хайки 3 возвращаемся в стоечку на 1 перископ на 2 куда на 3 стоит 1 риск 2 хайки 3 стоит 1 перископ 2 хайки 3 стоит 1 перископ 2 хайки 3 стоит следующий удар для обучения это удар локтем сбоку чтобы нанести удар локтем сбоку мы локоточек выносим в сторону ладошкой наружу одновременно шагом на выдох наносим у да и возвращаемся стоит со стойки чтобы нанести удар локтем необходимо раскрыть руки в ладонях будем выносить удар передней рукой локоть от отводим в сторону ладошкой наружу одновременно шагом левой ногой наносим удар на выдох, другая рука закрывает голову и возвращаемся в стоечку. На раз локоток в сторону, ладошка наружу, на два на выдох наносим удар, на три возвращаемся в стойку. Раз локоть в сторону, два удар, три, стойка. Наносим удар передним локтем сбоку, делаем глубокий шаг, подтягиваем правую ножку за собой. Раз, отводим руку в сторону, наносим удар, возвращаемся в стойку. Раз, отводим руку в сторону, два, наносим удар, возвращаемся в стоечку. Раз, два, стойка. Раз, два, стойка. Раз, два, стойка. Со стойки, чтобы нанести удар правым локтем сбоку, локти раскрываем ладони. На раз делаем шаг левой ногой вперед, на два, подтягиваем правую ногу, локоть откидываем в сторону, наносим удар, три, возвращаемся в стойку. Раз, шагаем, два, с подшагом наносим удар, возвращаемся в стойку. Раз, два, три, стойка. Раз, два, три, стойка. Следующий удар, который возьмем для обучения, это будет удар локтем с разворота. Чтобы нанести удар локтем с разворота, нам необходимо на раз сделать шаг вперед и в сторону, на два разворачиваемся, нанести удар локтем, на три, вернуться в стойку. Раз, делаем шаг пятна вперед, два, наносим удар локтем, три, возвращаемся в стойку. На раз делаем шаг вперед, на два, наносим удар локтем, три, возвращаемся в стойку. раз, шаг, два, удар, три, стойка. Удар локтем левой руки с разворота. Чтобы нанести удар левым локтем, нам необходимо правой ногой сделать глубокий шаг с включением в сторону, пяткой вперед. на раз мы делаем шаг в сторону, на два, наносим удар, на три, возвращаемся по той же траектории. На раз, шаг в сторону, на два, наносим удар, на три, возвращаемся в стойку. раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Методические указания о принесении прямых ударов локтем. Со стойкой. При обучении необходимо объяснять, что прямой удар рукой самый длинный удар рукой. И проще всего доставать соперника прямыми ударами. Именно поэтому они самые часто используемые удары руками. В момент удара рука выпрямляется что левая, что правая. За счет этого удар становится длинным. И при правильном нанесении удара рука обязательно должна выпрямляться. Кула в конце заворачиваемость. Дополнительные методические указания для апперкотов и боковых. Апперкоты и боковые удары руками это короткие удары. Поэтому зачастую используются на средней дистанции. Рука в локте при нанесении удара согнута. Боковой удар, апперкот. Поэтому. Рука согнута в локте примерно под 100 градусов при боковом ударе. При апперкоте. Рука в локте. Рука в локте. Рука в локте согнута. И при боковом ударе. И при апперкоте. Также методическое дополнение. Необходимо при ударах руками использовать разворот корпуса. За счет разворота корпуса мы усиливаем удар. Наносим удар левый, разворачиваемся на левый. Наносим удар правый, разворачиваемся на правый. Прямые удары. Апперкоты. Боковые удары. Методическое указание. При нанесении ударов необходимо следить за тем, чтобы обучающийся спортсмен следил за защитой. Все удары бьем на выдох. Бьем удар левой рукой, защищаемся правой. Каждый удар идет от головы к голове. При обучении нанесения ударов необходимо изначально учить спортсмена наносить удары с места. Потом те же самые удары учить бить с движения. При нанесении ударов коленями. Есть удары коленями с дистанции, есть удары коленями в захвате. Они немного различаются. При нанесении ударов коленями в дистанции, мы корпус отклоняем назад, таз ударом выносим вперед. При нанесении ударов в захвате, корпус остается на месте, колено выносим вверх. Таз не выносим вперед, а колено направляем вперед в цель, в корпус либо в голову. Со стойки. Со стойки. Чтобы научиться бить коленом в захвате, нам необходимо симитировать захват. Захват рука на руку. Отсюда, чтобы нанести удар коленом, необходимо сделать короткий шаг на месте, поднимаясь на носке и носить колено с ударом вперед. Возвращаясь в стойку. Шаг на месте, с коленом вверх, в стойку возвращаемся. Шаг, удар коленом, в стойку возвращаемся. Корпус назад не отклоняем, подбородок вниз. Шаг на месте, удар коленом вверх. Шаг на месте, удар коленом вверх. Шаг, удар колен, шаг, удар коленом. Наносим удар коленом в захвате передней ногой. На раз делаем перископ. Не отклоняя корпус, поднимаясь на опоры ноги, вносим колено вверх. После чего возвращаемся в положение ног в стойку. Раз, откидываем ног. Два, выносим колено. И опять в положение ног в стойку. Раз, два, положение ног в стойку. Раз, откинули ногу, вниз и колено удар.